Здравствуйте, дорогие телезрители. Добрый день. Сегодня мы поговорим о так называемом снежном человеке. Но перед тем, как начать наш разговор о снежном человеке, нам, конечно, хотелось бы несколько слов рассказать о гигантских птицах Центральной Америки. То есть тот рассказ, который мы начали на прошлой лекции. Да, просто завершить, чтобы у нас картина о либо пернатых, либо каких-либо других гигантах, летающих гигантах юга Соединенных Штатов Америки, с севера Мексики, была более полной. Давайте немножко повторимся то, что мы говорили в конце прошлой программы. То, что первое свидетельство об этой гигантской птице относится к 1890 году, когда в Аризоне два ковбоя, которые пасли в свои стада, они застрелили некое гигантское летающее существо. Оно действительно показалось чрезвычайно большим, чрезвычайно крупным. Причем свидетельства этих ковбоев какие-то очень неполные и непонятные. И из них до конца не явствует о том, что это либо была гигантская птица, либо это была гигантская рептилия. То есть, что это птица или, наоборот, птеродактиль. В том же году заметка о том, что эта птица была убита, точнее, это летающее существо было убито, была опубликована в местной прессе. И после этого заговорили о феномене гигантских птиц, которые, возможно, существуют на юге Соединенных Штатов Америки. И эти гигантские птицы действительно потом достаточно регулярно встречались. Плюс к этому, эти же гигантские птицы являются одним из составляющих частей фольклора народов, населяющих Аризону и Техас, а непосредственно индейцев, где гигантские птицы вырезались на тотемном столбе и, в общем-то, служили таким, ну, в общем, индейцы были знакомы с этими существами. Надо сказать, что сообщения об этих птицах стали поступать не только, точнее, не ограничены только XIX веком, но и плавно перекочевали и в XX век. Ну, вот мы сейчас, мы как раз на этом слайде видим различные варианты изображений, которые показывают, иллюстрируют встречи человека с этими гигантскими птицами. А непосредственно, вот верхний рисунок и рисунок справа показывают о достаточно примечательном случае, который случился 25 июля 1777 года, когда в штате Иллинойс группа школьников подверглась нападению двух вот таких вот гигантских птиц. И мало того, что они подверглись нападению, так одна из этих птиц спикировала на вот эту группу из трех детей и, схватив одного из мальчиков, даже некоторое время протащила его какое-то расстояние, правда, невысоко на землю, после чего, вероятно, не смогла его унести, и отпустила, и он упал на землю. И при сравнительных характеристиках эта птица, ну, с точки зрения ребят, достигала каких-то колоссальных размеров, и, естественно, этот случай не мог не вызвать живейший интерес у криптозоологов и просто у обывателей, и в Соединенных Штатах Америки чрезвычайно велик интерес вот как раз к феномену вот этой вот гигантской птицы. Надо сказать, что эта гигантская птица потом перекочевала и стала встречаться не только, соответственно, на юге США, она стала встречаться и в других местах, то есть уже, как бы, свидетели стали поступать и из других районов Соединенных Штатов Америки, то есть не только из Техаса, Аризоны, Иллинойса, но постепенно свидетельство накапливалось. И вот к концу 20-го века свидетельства о встрече с этими птицами было уже более 200. Затем легенда, естественно, перешла и в 21-й век, и первое свидетельство в 21-м веке относится к 2002-му году, когда один из наблюдателей на Аляске увидел птицу, которая по размерам, с его точки зрения, превышала размах крыльев известного спортивного самолета Cessna. И, естественно, ему тоже показала эта птица гигантская, и он сообщил об этом исследователю. Но, правда, его пыл был, соответственно, сразу несколько, так сказать, охлажден, потому что специалисты, орнитологи предположили, что, скорее всего, произошла ошибка в определении размеров, и, скорее всего, на Аляске он столкнулся просто с одним из видов крупных хищных птиц, обитающих в этом регионе, с одним из видов орланов, которые могут действительно достигать очень крупных размеров, но никак не таких размеров, чтобы схватить, например, ребенка и утащить его. И самое последнее свидетельство было относится к 2004-му году, когда, опять-таки, большая группа школьников увидела гигантских птиц прямо рядом со своей школой. Их тоже было две штуки, и эти птицы пролетели, и, действительно, им показались детям чрезвычайно крупными. Давайте мы сейчас вернемся еще раз к слайду. И вот последняя фотография этой гигантской птицы, которую удалось сделать, опять-таки, относится также к 2004-му, 2006-му году. Это вот внизу изображена фотография этой гигантской птицы, достаточно размытый кадр. Но, как всегда бывает при фотографировании криптозологических объектов, не совсем понятно, что на нем изображено, не совсем понятно, какова размерная категория у этого животного, которое изображено на нижней фотографии. И идут споры среди криптозологов, что здесь изображено. Либо это просто так сфотографировано с нижней, скажем так, с нижней задней части, сфотографировано обычный вид хищных птиц, как раз Аризона и Техаса, гриф индейка, или, возможно, это еще какой-то действительно неизвестный науке вид птиц. Ну и, анализируя все вышепроведенные свидетельства, нужно сказать, что самым крупным, когда-либо существовавшим летающим существом, был известный из птиц, был аргентавис, также найденный в Центральной Америке. Это ископаемая птица. В размах крыльев аргентависа достигал 7 метров. Это самая крупная из всех когда-либо известных летающих птиц. Но хочу напомнить, что самой тяжелой птицей, которая, в принципе, может летать, является дрофа. И она может достигать по весу до 30 килограммов. Но при этом она уже теряет способность к полету. А самые большие по размаху крыльев птицы – это альбатросы и анские кондоры. Размах крыльев, который может достигать 3 метров. Естественно, что 7-метровый аргентавис – это монстр среди летающих птиц. И, скажем, такой несколько уникальный объект. Нисколько не уступал ему размеру еще более древний представитель, но уже, правда, ящеров, а непосредственно птеродактиль, который носил название Кецаль-Куатль. Он, соответственно, мог быть еще более крупных размеров. И так, кстати говоря, тоже были найдены остатки в Южной Америке. Поэтому говорить о том, что они из себя представляют, достаточно сложно. И насколько легендарная составляющая при встречах с этих птицей превалирует над тем, что действительно видят свидетели. Ну вот сразу возникает вопрос, что это обман зрения, допустим, или крупные размеры какой-либо птицы. Да, и насколько вообще дети способны оценить, допустим, размер встречной ими птицы. И насколько очень правдива история о том, что птица схватила ребенка, некоторое время протащила его в своих когтях. Но из всех ныне живущих на Земле птиц, ни одна из них, наверное, не способна схватить достаточно уже взрослого ребенка и его утащить. Потому что вес взрослого ребенка все-таки достаточно велик, и птица просто не в состоянии поднять такой вес. И опять-таки, случаи единичные, поэтому говорить о том, что существует популяция вот этих гигантских птиц, довольно-таки сложно. То есть это вполне вероятно, может быть, какой-то крупный экземпляр птиц, которые обитают на этой территории. Может быть, вполне вероятно, какая-нибудь птица мутант. Ну, тут есть еще одно предположение, которое, мне кажется, наиболее верным. Дело в том, что как раз на этой территории обитает один из, точнее, обитал раньше, сейчас практически вымер, обитал один из видов хищных птиц, который, в принципе, очень хорошо известен, занесен в международную красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Ну, есть анский кондор, это кондор, обитающий в Южной Америке, и популяция которого достаточно стабильна и многочисленна. А в Северной Америке, именно в этих районах, обитал калифорнийский кондор, который, в принципе, по размерам был практически такой же, как анский кондор. Но он был, соответственно, он практически вымер. Его популяция сохранилась только в зоопарках. И, вполне возможно, какая-то, да, кстати говоря, они даже специально отлавливались для того, чтобы их, возможно, было размножить в зоопарках и потом опять вернуть в природу. Поэтому программа сейчас существует по реабилитации калифорнийского кондора. И, вполне возможно, какие-то пары калифорнийских кондоров еще все-таки на этих территориях сохранились. И встреча с ними порождает вот эти вот легенды. Потому что это действительно очень крупные хищные птицы, которые, в общем-то, появляются крайне редко и живут в очень труднодоступных местах. Поэтому, вполне вероятно, что какие-то единичные встречи с ними и послужили основой для возникновения вот таких вот уже современных легенд о гигантских птицах юга Соединенных Штатов Америки. Ну, естественно, размер определить довольно-таки сложно, особенно на глаз. Поэтому, в общем-то, легенда о том, что птицы действительно гиганты. Да, совершенно верно. Ну, а давайте теперь перейдем непосредственно к основной теме нашей сегодняшней лекции. Это непосредственно рассказы в истории снежного человека или истории йети. Ну, здесь нужно отметить такую вот вещь, что легенда о встречах с волосатым, так сказать, человеком, она, так сказать, находится во многих... Эти легенды можно встретить во многих источниках. Можно сказать, что они восходят к заре всех цивилизаций. Их описание, то есть, описание, опять-таки, волосатых людей, или же, в некоторых случаях, лесных людей, или же людей, похожих, в общем-то, на обезьян, можно встретить в самых первых письменных памятниках истории. Например, в Вавилонском эпосе. Некоторые представления о мохнатых или волосатых людях встречаются и в Библии. Ну, нужно сказать, что довольно сложное отношение человека вот таким своим двойникам, ну, привело к тому, что, с одной стороны, возможно, довольно много, в общем-то, таких вот очевидных доказательств, что существование каких-то, вот, так сказать, параллельных людей, или же людей, похожих на человека, но имеющих такой волосяной покров и ведущий такой дикий образ жизни. А с другой стороны, опять-таки, вот неприятие вот этого... Неприятие этого существования. Потому что, опять-таки, и снежный человек, и снежный человек, или Йети, он чем-то, конечно, напоминает некую пародию на человека. Тут, действительно, если мы возьмем саму вот историю появления легенд о Йети, о Алмасты, о Сосквоче, Бигфуте, ну, и так далее, так далее, так далее, в каждой местности вот этих вот гигантских, скажем, человекоподобных существ называют по-своему, то окажется, что наиболее известным местом, откуда исходят эти легенды, все-таки всегда считался Тибет и Гималайя. И именно оттуда пошло вот это расхожее понятие Йети. Но здесь можно не согласиться, потому что, например, опять-таки, люди, живущие на Кавказе, тоже, в общем-то, довольно часто говорят, или встречаются, можно так сказать, с человеком, напоминающим, опять-таки, Йети. Но об этом мы будем говорить на следующих передачах. И, наверное, это не так широко распространено, как Гималайя и Тибет, потому что, в общем-то, это были предания, в общем-то, в нашей стране, и, собственно говоря, которые передавались просто из поколения в поколение. Вы совершенно правы, легенды существуют везде, но, вот, скажем, в сознание европейского такого исследователя и обывателя прежде всего попал Йети, как некий снежный человек из Гималайев. А затем оказалось, что такие же люди встречаются не только в Гималаях, но они встречаются и, допустим, на территории Соединенных Штатов Америки, где это явление получило название Бигфут. Хотя... Или Большая ступня, да? Да, или Большая ступня, совершенно верно. Затем поступили свидетельства с территории бывшего Советского Союза с Памира, где были также зарегистрированы встречи во время памирских экспедиций. Геологи встречались с такими неопознанными явлениями. Затем было даже в Советском Союзе организовано целое сообщество по изучению феномена Йети, феномена, собственно говоря, снежного человека. И в 60-е годы, в конце 50-х, начало 60-х годов даже были созданы и проведены целый ряд экспедиций и на Памир, и в Таджикистан. И выяснилось, что зачем так далеко ездить, есть Йети и на Кавказе. И, соответственно, достаточно долгое время происходило изучение вот такого феномена реликтового гоминида, как это стали называть, происходило на Кавказе. Затем стало известно, что, оказывается, реликтовые гоминиды, волосатые люди, снежные люди встречаются не только на Кавказе и на Памире, а вообще не обязательно в горах. И стали поступать свидетельства о том, что эти люди встречаются и в сибирской тайге, и, в общем-то, охотники-сибиряки с ними сталкивались. Затем, что называется, дальше-больше стали поступать свидетельства о том, что волосатые снежные люди появляются и в европейской части нашей страны. И открыли свидетельства, например, из Поволжья, из Жигулевских гор. Там, оказывается, тоже, соответственно, обитают эти самые Йети. Ну, нужно здесь отметить, что, в общем-то, вот эти снежные люди или волосатые люди, можно так назвать эту общую группу, они, конечно же, их место обитания перерочено либо горам, либо каким-нибудь лесным массивом. То есть, в общем-то, на открытых пространствах эти люди не встречаются. Да, то есть, их мало в степи и в пустыне. Да, их там нельзя найти. Совершенно верно. И оказалось, что через некоторое время, что, в принципе, в каждом регионе земного шара есть свой такой доморощенный, такой домашний Йети. Но при этом, естественно, они называются в зависимости от того, как их называть местные жители. Да, совершенно верно. И доходили слухи, что уже чуть ли не Йети вполне возможно и в ближайшей окрестности Москвы забредали или забредают. В общем, так иначе, вот эта вся мифология вокруг этих существ ширилась и росла. И на сегодняшний день свидетельство о встрече с вот этими такими аномальными, скажем, гоминидами, она охватывает, наверное, практически весь земной шар. Потому что есть свои легенды и в тропиках Юго-Восточной Азии. Есть свои легенды о крупных гоминидах и из Южной Америки, и из Северной Америки, и из Сибири, и из Дальнего Востока, даже с островов Курильской гряды. Доходят свидетельства о том, что там тоже вполне возможно какие-то встречи существуют. В общем, так или иначе, вот эта йетимания или снежно-человекомания, она охватила постепенно весь земной шар. И вот давайте мы начнем разбираться в том, что есть на самом деле, что есть правда, что есть вымысел. Именно с исконного региона, откуда, собственно, пошли все эти легенды, а непосредственно с района Гималайев, с района Непала и с района Тибета. То есть это горные гряды, которые располагаются в Азии. Но нужно сразу отметить, что, наверное, большинство свидетельств или большинство доказательств существования именно снежного человека, или йети, в общем-то, они отнесены именно к 20 веку. То есть где-то с середины 20 века, а именно 50-е годы, когда, в общем-то, альпинисты, в первую очередь альпинисты, находили определенные следы на поверхности снега. И, соответственно, уже тем самым привлекли внимание ученых. А кроме этого, эти же альпинисты могли и видеть что-то наподобие такого волосатого или мохнатого человека, опять-таки, что привлекало внимание, в первую очередь, ученых. Ну, если взять историю поступления информации о снежном человеке, то одно из первых сообщений пришло в самый последний год 19 века. В 1799 году вышла книжка в Гималаях, которая описывала экспедицию, соответственно, в которой люди, участвующие в этом экспедиции, европейцы, столкнулись с цепочкой следов, которая пересекала их маршруты, которые удивительно напоминали по своей форме следы человека. Но при этом были настолько крупными, что человеку отнесены быть не могли. Естественно, эта публикация вызвала некоторый отклик и, прежде всего, отклик специалистов, которые заявляли, что в таких суровых условиях человек жить не может, тем более человек такого большого размера, и что, скорее всего, эти следы относятся к следам медведей. Была просто неправильная идентификация этих следов. Дальше история продолжалась. Ну, в принципе, чем больше человек стремился освоить Гималая, тем более главной целью освоения Гималаев было покорение высочайшей вершины Гималаев – Эвереста, и тем больше появлялось свидетельств, соответственно, встречи с вот этими снежными людьми. В 2021 году последовало следующее сообщение, которое, собственно, поступило от британского полковника Говарда Берри, который также увидел цепочку следов этих снежных людей. И мало того, что в его экспедиции принимали участие шерпы, а шерпы – это носильщики, которые переносят как раз в Гималаях тяжести такая своеобразная каста, такое профессиональное объединение людей, которые заняты именно переносом тяжестей по труднодоступным горным тропам. И шерпы, соответственно, увидев эту цепочку следов, они закричали, что это ужасный снежный человек, и, в общем-то, дальнейшие исследования, точнее, исследования, общения с ними показали, что снежные люди имеют в этой местности несколько названий, и одно из этих названий как раз и есть Йети. И вот это название Йети, оно, наверное, в большей степени прижилось у исследователей с той поры. Давайте обратим внимание на нашу карту. Здесь как раз показаны возможные нахождения, возможное место обитания непосредственно Йети или снежного человека. Ну, здесь показана как раз горная цепь Гималаев и прилегающие к ней страны, где, в принципе, встречаются гималайские варианты снежного человека, непосредственно Йети. Это, собственно, Китай, владение которого находится в настоящее время Тибет. Это Непал, это самый север Индии и, соответственно, королевство Бутан. Вот в этих странах вполне возможна встреча, при посещении этих стран, вполне возможна встреча в Гималаях или их отрогах с непосредственно существом, которое носит название Йети. Ну, хотелось бы обратить внимание тоже на некоторые сообщения, относящиеся к первой половине XX века. Но из этих сообщений следует, что видели не только, собственно говоря, отпечатки следов, но и, кроме этого, видели и даже очертания этого снежного человека. И вот следующее сообщение, опять-таки, одного из очевидцев. Я увидела какое-то существо, его очертания, несомненно, напоминали человека. Оно шло на двух ногах. На фоне снега оно казалось темным, и на нем, по-видимому, не было никакой одежды. Примерно через минуту оно вошло в густой кустарник и исчезло. Я смотрел следы, и они напоминали человеческие. Но при этом, в общем-то, этот очевидец говорил о том, что следы были несколько больше, чем человеческие. Больше, в общем-то, никаких таких отличий он не заметил. Кроме этого, встреча со снежным человеком, скорее всего, чаще всего происходила, естественно, встреча снежного человека с пастухами, собственно говоря, которые довольно часто описывали возможные вот эти вот различные встречи. То есть, они написали, что они видели снежного человека. Один раз снежный человек или ети даже напал как раз на шерпов, которые, в общем-то, несли или переносили, в общем-то, эти тяжести. Ну, при общении с местным населением, как всегда, выясняется, что для них наличие каких-то реликтовых живых существ не является загадкой. И, естественно, что когда исследователи начали проводить опрос среди местного населения, мы знаем, что в Гималаях и в Тибете большое количество цикагородных монастырей, с которыми, естественно, поддерживается связь. И выяснилось, что и для монахов, и для местных жителей наличие ети, оно, в общем-то, никогда не являлось загадкой. И они даже называли места, где эти ети обитали. Причем один из исследователей, даже общаясь с руководителем монастыря, наставником монастыря, он сказал, что вверх по ущелью обитает семья из пяти этих животных, и что, в принципе, они достаточно часто попадаются на глаза местному населению. То есть получалась картина, что местные жители, они, в общем, как-то соседствуют и взаимодействуют с этими животными. Но получить каких-либо реальных доказательств существования достаточно долгое время не представлялось возможным. Но по описаниям очевидцев был сделан, скажем так, словесный портрет, атомографический портрет ети. Ну, давайте посмотрим, как в настоящее время большая часть исследователей представляет себе внешний облик снежного человека. Ну, это достаточно крупное животное, высотой 2 и более метров, которое покрыто, так сказать, густой рыжеватой шерстью. Лицо у него достаточно плоское, обезьяноподобное. Передние конечности часто доходят до колен, иногда даже свисают ниже колен. На голове очень характерный гребень, который отчасти напоминает гребень, который находится на голове у, соответственно, горных и береговых горилл. Да, как я уже сказал, все тело покрыто такой рыжеватой или темно-бурой шерстью. Ну, это, что касается непосредственно ети, обитающего в Гималаях. У гоминидов, которые обитают в более северных областях, часто наблюдается более светлая шерсть, более такая белая, белого цвета. Ну, вот этот вот облик, он, как правило, в общем-то, соответствует не только написаниям снежного человека, но также подходит под описание других реликтовых гоминид, которые, в общем-то, встречаются, как мы уже говорили, в очень большом количестве регионов земного шара. Ну, если вернуться опять-таки к истории описания снежного человека, хотелось бы рассказать еще и об одной фотографии, которая была сделана, так называемой, Эриком, англичанином Эриком Шиптоном в 1951 году. Вот, все-таки, конечно, хотелось бы мне еще раз напомнить, что, скорее всего, вот наиболее такие вот, ну, ажиотаж, наверное, вокруг снежного человека как раз начался в середине прошлого века, а именно вот именно после этой фотографии, которую мы сейчас вам покажем. И англичанин Эрик Шептон в 1951 году как раз фотографировал во время путешествия по Гималаям свежие следы снежного человека. Они довольно хорошо отпечатались на тонком слое кристаллического льда, поэтому, в общем-то, они хорошо отпечатались, вполне хорошо видны. И, кроме этого, по этим следам сделано несколько рисунков, которые более четко отражают вот эту ступню непосредственно снежного человека, или йети. Давайте как раз обратим внимание на эту фотографию. Вот здесь вот представлена слева как раз фотография, более такая крупная фотография ступни этого снежного человека, а как раз справа представлена непосредственно целая гряда ступней, ну, в общем-то, опять-таки снежного человека. Причем здесь показана только одна ступня, а вот на второй фотографии Эрика Шептона было изображено две ступни, накладывающиеся друг на друга. Это говорит о том, что, ну, в общем-то, шли два двуногих существа. Вот обратите внимание на то, что ступня довольно широкая. Большой палец, он... Первый и второй палец, они довольно крупные, причем как будто вдавлены вот в снег. То есть они имеющие такую давящую поверхность. Кроме этого, очень необычная форма заключается еще в том, что она округлая, и как будто первый и второй палец они друг на друга находят. Вот почему это произошло и с чем это связано, это пока никому неизвестно. Длина следа составляла 33 сантиметра, или же 13 дюймов. Ширина 8 дюймов, или 20 сантиметров. И было сейчас вот видно, что это существо двуногое. Пятка здесь, как мы здесь видим, тоже, в общем-то, довольно-таки ярко выражена. И пальцы, как еще раз обратить внимание на эти пальцы, они не длинные. Ну, естественно, когда Ширптон опубликовал свои фотоснимки, сразу же поднялась целая волна скепсиса, которые установили этот мотив, который заключался в том, что сделанные фотографии относятся не к фотографиям следов человекоподобного существа, а относятся, прежде всего, к медведю. И действительно, Ширптон отправил свои снимки исследователям, зоологам, которые, в общем-то, утверждали, что сделанные фотографии, скорее всего, фотографии обычных медвежьих следов. Но, надо сказать, что в Гималаях обитает свой подвид медведя, достаточно крупный подвид медведя, который сравним по своим размерам с и сибирским медведем, и с гризли. И, естественно, скептическое отношение к этим сообщениям базировалось на том, что медведи, в общем-то, по многим своим показателям и по аспектам поведения тоже иногда похожи на людей. И, например, в Сибири и, допустим, в каких-то других уголках нашей страны их иногда даже называют «другой люди», то есть «другой человек». Так вот, действительно, медведь, он во многом похож по своим повадкам, в том числе и на человека, и также может становиться на две ноги, может какое-то время передвигаться на двух ногах, но если все-таки сравнить... И также оброс шерстью. Да, и также оброс шерстью. И шерсть, кстати говоря, тоже буроватого цвета. И, действительно, вполне возникает вот такое предположение о том, что, может быть, действительно, вот эти следы, которые принимаются на ошибку, относятся к следам медведя. Но тут надо сразу же сказать о том, что снимки можно трактовать по-разному, и отпечатки на снегу, вещь очень ненадежная, потому что снег может подтаивать, он может быть слегка припорошен, допустим, свежим снегом, и поэтому след достаточно быстро теряет свои очертания. Но вот цепочка следов, которая продемонстрирована, все-таки, скорее всего, относится к передвижению двуногого существа. И вряд ли двуногое существо, точнее, медведь, стоя на двух ногах, может так долго куда-то идти. Для медведей все-таки характерно передвижение, прежде всего, на четырех ногах, и его переход в вертикальное положение, он, как правило, кратковременный, и медведи не любят ходить на двух ногах, это они у нас в цирке весело и задорно бегают на двух ногах, подражая людям. А в природе медведи на двух ногах передвигаются крайне неохотно, хотя, в общем-то, это и могут делать в исключительных случаях. Поэтому, скажем, снимки Шиптона стали первыми такими свидетельствами о существовании снежного человека, ну, реальными свидетельствами. И у нас, конечно, на сегодняшний день фотографий и слепков, отпечатков снежных людей накопилось уже такое громадное количество, что просто отмахнуться от них и сказать, что все это относится к мистификации или к следам буровой медведя, наверное, уже никому в голову не приходит. При этом я еще хотела бы обратить ваше внимание на то, что Эрик Шиптон сделал ряд фотографий, только вот это была одна из этих фотографий, а на другой фотографии был показан след, собственно говоря, и перекрещен с другим следом тоже двуногого существа, но гораздо меньшего по размеру. То есть это говорит о том, в первую очередь, что, допустим, шло не одно двуногое существо, а их было двое, так сказать. И они и следы их поэтому время от времени пересекались. Но если мы будем говорить о дальнейшей истории развития представления о снежном человеке, то после вот этих снимков начался довольно сильный бум, и начались снаряжаться именно в Гималайе различные научные экспедиции именно с целью поиска этого снежного человека. Ну и, в общем-то, стало даже где-то в 50-м годах, в смысле 20-го века, стало такой доброй традицией спрашивать у людей, которые возвращаются с восхождения в Гималайях, видел ли он Йети. И, в общем-то, встречи со следами снежного человека стали, ну, если не какой-то там обыденностью, то, в общем, нельзя сказать, что это стали какие-то уникальные, исключительные случаи. С следовых дорожек было выявлено достаточно много, но вот встреча с самими людьми, а тем более фотографии снежных людей, были все-таки по-прежнему чрезвычайно редки. А тем более еще какие-то более вещественные доказательства, например, кусочек шерсти или там еще что-то. Совершенно верно. И вот в середине 50-х годов было найдено, наверное, самое такое весомое свидетельство о существовании снежного человека. Такой, скажем, самый осязаемый объект, который относится к снежному человеку. Он хранится в монастыре Тхьянг-Боче. И это достаточно интересный объект. Давайте посмотрим, как он выглядит. Он содержится у настоятеля монастыря в виде такого, отчасти, священного, такой священной реликвии. Это якобы скальп снежного человека, который был обнаружен достаточно давно соответственно Ральфом Изардом. И в 1053 году он был осмотрен одним из членов Бомбейского общества естественной истории Навнитом Пареххом, который, пользуясь таким благим расположением настоятеля монастыря, даже удалось его подержать в руках и даже выдернуть несколько волосков, пока вероятно настоятель монастыря куда-то отвернулся. Вот этот вот член Бомбейского общества естественной истории даже ему удалось выдернуть несколько волосков из вот этой вот замечательной шапки. Хранится она, как мы видим, в таком специальном ларце, как видим, под замком, как настоящей реликвии, но время от времени ее достают и демонстрируют. Давайте на следующем слайде посмотрим, что она из себя представляет. Видите, вынута эта шапка уже из этого ларца, и в этом же монастыре хранится якобы кисть снежного человека, и вот рядом с шапкой как раз сфотографирована рука снежного человека, точнее, мумия руки снежного человека. Ну и на нижней фотографии один из современных исследователей, которому удалось поработать с этой шапкой. Что же она из себя представляет? Это якобы снятый скальп с головы снежного человека, кожаный, ну понятно, что это кожа, темного цвета, покрыта рыжевато-бурой темной шерстью. По свидетельству очевидцев, которым это реликвия удалось подержать в руках, действительно, никакого шва на этой шапке нет. То есть, это действительно скальп, просто снятый, а не сшитый из двух каких-то составных частей, или специально ему придана такая конусообразная форма. Вот непосредственно Навнит Парек, которому удалось выдернуть, буквально как у старика Хаттаба, четыре волоска из бороды, выдернуть несколько волосков из этой шапки, он отправил их для обследования в Нью-Йорк специалистам по цветности волос, на определение, к какому из видов животных принадлежит вот этот артефакт. И тут надо сказать, что свидетельство расходит. То есть, в зависимости от того, какие источники мы начнем рассматривать, те по-разному трактуют результаты этих исследований. Вот в советское время в одних из работ, посвященных снежному человеку, как раз указывалось в том, что вот эти волосы из этой шапки были отправлены на экспертизу, и оказалось, что шапка медвежья. То есть, оказалось, что шапка на самом деле является просто искусно выделенной такой вот куском кожи медведя. То есть, опять-таки, мы возвращаемся к гипотезе, что снежный человек это, возможно, гималайский медведь. Да, точнее, не гималайский, а бурый медведь. То, что, значит, это обычная медвежья шкура. А мумия кисти руки, обычная кисть руки обычного человека, просто достаточно крупная. Это в одних источниках. В других источниках указываются совершенно другие результаты анализа, которые говорят о том, что на самом деле волосы из-за них были подвергнуты анализу, и исследователи не смогли их с уверенностью отнести ни к одному из известных современной науки животных. А непосредственно рассматривалось то, что это может быть медведь, это может быть лангур. То есть, лангур это один из наиболее крупных видов обезьян, которые могут встречаться в этом регионе. И вот оказалось, что ни медведю, ни лангуру, ни ближайшим его родственникам вот эти волосы не относятся. Таким образом, по другим источникам выходит, что вроде бы, как бы, вот этот вот колпак, который хранится в Тибете, в одном из монастырей, он вроде бы действительно принадлежит, является выделанным скальпом снежного человека, и действительно принадлежит снежному человеку. Но вот твердой уверенности, естественно, пока нету, так как к этой вещи относятся как к некоторой священной вещи. И, естественно, уважая религиозные убеждения народа, населяющего эту местность, естественно, никто изъять и силой отправить на экспертизу никто не может и не собирается. То есть, получается так, что, в общем-то, с одной стороны, ученые считают, что это медведь, а с другой стороны, в общем-то, существо не относящиеся к медведям. А достоверная экспертиза так и не состоялась. Да, но, кстати говоря, одно из маленьких таких нюансов. Исследователи, которые работали с волосами, они, как ни странно, сделали заявление о том, что кем бы ни было это животное, из которого изготовлена эта шапка, все равно оно, скорее всего, родом не из Непала и не из Тибета. То есть, оно как бы привезенное в эту местность изделие. Но, в общем, вот, что называется, загадки остаются. И что это, на самом деле, пока сказать достаточно сложно. Ну, нужно, если возвращаться к экспедиции, в которой был Ральф Изарт, то экспедиция продолжалась около пяти месяцев. Номера Daily Mail, в общем-то, где печатались репортажи Изарда и статьи научных работников, они раскупались, в общем-то, довольно-таки раскупались с лихвой. Больших достоверных сведений о том, что существует снежный человек, они не получили. То есть, самого по себе снежного человека они не увидели. Но, тем не менее, Ральф Изарт, в общем-то, после этой экспедиции издал книгу, которая носила название «По следам снежного человека», в которой он написал, в общем-то, свою, так скажем, научную экспедицию. Но Ральф Изарт, нужно отметить, он был, в общем-то, журналистом, у которого даже у него было прозвище «Бойко и Перо». Как раз и книга, которую он написал, она тоже, в общем-то, довольно быстро раскупалась. Но нужно сказать, что это только было начало, и затем, в общем-то, экспедиции непосредственно Гималайи продолжались. Но нужно отметить, что в основном, как правило, встречи, это были, встречались, как правило, либо следы, либо что-то наподобие снежного человека, то есть волосатого такого существа довольно высокого роста. Надо сказать, что вот бум вокруг снежного человека, он породил и достаточно большое количество всевозможных мистификаций. И, с одной стороны, мистификации, с другой стороны, свидетельства очевидцев в основном все больше и больше и больше. И вот давайте мы сейчас посмотрим с вами на слайде еще несколько реконструкций, которые были сделаны по описаниям некоторых свидетелей. Ну, вот эти вот реконструкции, конечно же, напоминают тот рисунок, который мы показывали в самом начале нашей лекции. То есть, опять-таки, существо невероятного размера, с гребнем, поросшее шерстью. Ну, в общем-то, цвет шерсти здесь неизвестен, но шерсть, как правило, буроватая, по крайней мере, описывали таким образом. Да, и мы видим, в принципе, что все слицы сходятся на одном и том же внешнем облике. Что это действительно достаточно крупное существо, такое гориллоподобное, внешне очень напоминающая самца гориллы. И все-таки, вот, мы специально поместились в два этих изображения. Видите, в одном случае указывается на том, что у, соответственно, этого животного есть на голове вот такой интересный, конусообразный гребень, в другом случае часто исследователи и наблюдатели, свидетели не видят этого конусообразного гребня. Но тут можно, кстати говоря, сказать о том, что если мы возьмем ту же самую морфологию горилл, то у самцов горилл, вот, гребень, имеющаяся на голове, он выражен значительно лучше, чем у самок. Поэтому вполне возможно, что вот такие различия в наличии или отсутствии конусообразной формы головы, это связаны с половыми отличиями. То есть у самок этого гребня нету, у самцов этот гребень присутствует. Смотря кого видели. Да, смотря кого видели. Совершенно верно. Ну, а теперь давайте вернемся к тому, что были достаточно большое количество мистификаций сделано. И вот одна из таких мистификаций некоторое время демонстрировалась под якобы найденным трупом снежного человека, который долгое время показывали на ряде ярмарок, в том числе во Франции, вот фотографии вот этих вот якобы найденного трупа снежного человека, который, в общем-то, если он действительно на самом деле существовал, то непонятно, куда он потом исчез и куда делся вот этот вот экземпляр. Но тут мы видим, что по этим фотографиям точно сказать, что это такое, действительно ли это мумия живого существа или это искусственно сделанная подделка, достаточно сложно. Но, по крайней мере, вот такое существо было сфотографировано или сделано, найдено или нет. Ну, в общем, по крайней мере, вот такие фотографии якобы снежного человека, причем найденные в, опять-таки, Тибете, можно найти в разных изданиях, посвященную снежному человеку. Ну, нужно сказать, что здесь таких вот научных обработок этой мумии не было, поэтому говорить действительно очень сложно. Что это за существо? Человекоподобный, так сказать, монстр или снежный человек, или просто, в общем-то, такая определенная подделка? Да, ну, и из таких наиболее достоверных свидетельств о снежном человеке, наверное, стоит упомянуть в конце нашей программы еще одно свидетельство. Это непосредственно фотография, сделанная одним из ученых, физиков и альпинистов Тони Вулдриджем, который совершал восхождение в Непале. И так как он был еще заодно и страстный фотограф, то он встретился с существом, которое, в общем-то, только что прошла снежная лавина, и угроза схода этой лавины еще продолжалась. И вот Вулдридж столкнулся с ним буквально прямо через некоторое время после схода этой лавины. Давайте посмотрим, какую фотографию ему удалось сделать. Это сильно увеличенный вариант этой фотографии. Это достаточно крупное существо, которое только что, вот оно, видите, держится за куст, и чтобы не сползти, соответственно, под действием этой лавины. И вот такая фотография была сделана. И, наверное, это один из наиболее отчетливых фотографических изображений Йети, которое непосредственно сделано в самом Тибете, в Гималаях. Но, опять-таки, сложно сказать, что это такое. Что это такое, мистификация или действительно реально сделанные фотографии. Но, к сожалению, время нашей лекции стекло. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания. Всего доброго.